Вы слушаете канал жаж.клаб, глава 32. Пугало, Иоганн очнулся от того, что его кто-то грубо выволок из машины и бросил на асфальт. Над ним склонился Менна, очнулся, племянничек. Теперь вставай и иди, куда, туда, ответил Менна и кивнул головой. Иоганн приподнялся, огляделся и ахнул. Они были на стоянке перед госпиталем, в реанимации которого лежала Эмили. Иди к своей жене, придурок. Ты нужен ей, она реально плоха. Но, как, почему, почему плоха, потому что ее ударил ножом твой обожаемый папаша, а ты ничего не сделал, кроме тупой хрени с укусом своей девки. Иоганн опустил глаза. Нет, почему ты меня сюда привез? Менна спокойно и открыто смотрел на племянника, но некоторое время молчал. Потом вытащил очередной косячок и закурил. С тобой пойдет Афафа, она поможет твоей жене. Не пойдет, тебя опять немного повоспитывать. Зачем ты все это делаешь? Зачем тебе это нуж? Закончить Иоганн не успел. На него кто-то набросился сзади. Тощие обескровленные, но сильные руки обхватили его. Иоганн почувствовал на себе смрадное дыхание. Холодные губы коснулись шеи. Скрипучий голос произнес «Ин партям сангистаус опутэмый». «Нон си товарус, грим! Твоюж!» Крикнул Менна и бросился к племяннику. Мощной рукой он оторвал нападавшего от Иоганна и отбросил в сторону. Иоганн увидел невысокую тощую фигурку в черном худи с капюшоном, грязных рваных джинсах и с босыми ногами. Менна подошел к лежащему и одним рывком поставил на ноги. Затем сорвал с его головы капюшон. На них смотрел Альбинос с кожей в струпьях, растрескавшимися губами и редкими волосенками. Ну и пугала, правда Ганси, пугала, тем временем извернулась и укусила Менна за руку. Тот схватил его другой рукой и коленом ударил в живот. С укушенной руки капала кровь. Альбинос затрился и прокричал «Саус Диаболус Менна! Диаболус Диименна! Диаболус Диименна! Диаболус Диименна! Диаболус Диименна!» Так он бился в истерике минуту. Изо рта шла кровавая пена. Потом затих и обмяк в руке Менна. Иоганн с ужасом смотрел на происходящее. Тем временем его дядя выпустил из рук безжизненное тело и посмотрел на укушенную руку. Вот, говнюк. Схватил меня своим гнилым вонючим ртом, сильно покусал. Кто это, вообще такой? Почему он на меня напал? Один из клана Морелей, чертовы вырожденцы, превратились в животных просто, а трюбья, бродяжничают, нападают на всех подряд, как наркоманы. Такие бывают очень опасны, мало кого боятся, всегда голодные, обитают в каких-то грязных притонах, связаны с преступными группировками. На каком языке он говорил? На латыни. Что он мне сказал? Поделись со мной своей кровью. Не жадничай, Гримм. А, ты не понял? Ты плохо образован, Ганси. Даже Морели говорят на латыни. Он что меня знает? Видимо, да. Похоже, кто-то навел его. А может и случайность. Хотя, много вопросов. Ганси. Ты достал меня. Так он очнется сейчас и опять нападет. Не очнется. Подох. Как? Моя кровь теперь опасна и для своих, и для чужих. Иоганн посмотрел на Менна. Тот был абсолютно спокоен и здоров. Следов укуса на руке не было. Но, как? Последствия африканского турне. Тебе пора к жене. Иди. Твою девку я забираю с собой. Иоганн понял, что возражать Менна бесполезно и опасно. Он медленно, оглядываясь на джип-брелка входу в госпиталь. За ним уверенно шла Афафа. Не бойся, дорогой, Менна не убьет ее. Она может ему пригодиться, произнесла она бархатным голосом с едва заметным акцентом. Мозг Иоганна не мог переварить происходящее, он просто покорно шел в палату к жене, забыв и об Ибигейль, и о дочери. В его душе образовалась пугающая пустота. Продолжение истории читайте на сайте jah.club